Конкурсная программа 26-го открытого российского фестиваля анимационного кино прокатывается по всей России. И вот накануне очередь дошла до нашего региона. В Сыктывкаре посмотреть мультфильмы на большом экране бесплатно можно на нескольких площадках. Одна из них – Национальная галерея Республики Коми. Прямо сейчас там идет показ и работает наша съемочная группа. Она готова выйти в прямой эфир. Со мной на связи Анна Зубарева. Анна, здравствуйте. Успели ли уже что-нибудь посмотреть? Ксения, приветствую. Да, сейчас как раз в Национальной галерее Коми. Вот за этой дверью показывают мультфильм «Самый страшный». Мы его смогли посмотреть буквально, что называется, одним глазком. Поэтому от оценочных суждений я пока откажусь. Вообще в Национальной галерее стартовал целый марафон мультфильмов. Или, если говорить точнее, что называется, акций «Открытая премьера». Подробнее о ней нам расскажет экскурсовод Анна Мишуринская. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чтобы мы все понимали, чтобы всем стало ясно, на что зовете жителей и гостей Сыктывкара. В эти дни проходит Всероссийский анимационный фестиваль «Суздальфест». Главные события происходят, конечно, в Суздале, но у них есть программа, которая называется «Открытая премьера», которая может присоединиться любой город России. Когда они присылают мультфильмы, мы их показываем зрителю, и при этом еще зрители голосуют за те мультфильмы, которые им нравятся, и даже выдается целый приз зрительского симпатии, так скажем. В республике главный организатор – это коми-киновидеопрокат, а галерея – одна из площадок, которые принимает у себя вот этот фестиваль. Расскажите подробнее о том, какие мультфильмы будете показывать, и показывайте уже. Очень интересно, что все программы сформированы таким образом, что есть мультфильмы, которые делают большие киностудии, это, например, «Мельница» или «Пчела», есть фильмы, которые делают независимые авторы, есть даже, например, дипломные работы у студентов. Программы рассчитаны на разный возраст, есть 0+, программа 6+, 12+, их всего каждой программы по две штучки. Примерно рассчитаны на час, наверное, тут можно встретить совершенно разные, есть, например, «Альманахи» серийные мультики, есть просто отдельные истории, мы даже нашли вот мультфильм, который привязан к музейной тематике, это «Ограбление Лувра». Вот, так что, да, программа очень насыщенная. Сеансы у нас сегодня в 6 вечера, то есть можно еще успеть к нам после работы, и завтра в 11 и в 3 часа. Все ли могут попасть к вам на показы? Вход свободный? Да, вход свободный, поэтому мы ждем всех, будем рады видеть в наших залах. Что ж, Анна, спасибо, мне пора передавать слово студии. Ксения, эфир ваш. Анна, благодаря им, напоминаю, Юрген сегодня работает в Национальной галерее Коми на 26-м открытом российском фестивале анимационного кино.